Поддержку семей с детьми обсудили в Министерстве социальной защиты Алтайского края. Собрались самые активные женщины региона. Депутаты КЗС, специалисты пенсионного фонда, общественники и блогеры. Главная тема разговора — универсальное пособие, которое начнут выплачивать с начала следующего года семьям с низким доходом. Оно охватит около 200 тысяч детей. Причем будет предоставляться с момента беременности женщины вплоть до 17 лет ребенка и объединит в себе шесть действующих мер социальной поддержки. Все идет к тому, чтобы это был единый оператор, единое заявление и единый комплекс оценки нуждаемости семьи с едиными требованиями и подходами. Будет являться, обращаю на это особое внимание депутатов, региональной мерой поддержки, региональной выплатой с федеральным финансированием. Размер выплаты — 50, 75 и 100 процентов регионального прожиточного минимума. Напомню, он в крае сейчас 12 388 рублей. Чтобы получить универсальную выплату, нужно соблюсти несколько условий. Среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума. Супруги не должны иметь существенных финансовых накоплений во вкладах и располагать избыточным движимым и недвижимым имуществом. Трудоспособные члены семьи имеют официальный доход, подтвержденный данными налоговой инспекции. Если они имеют причины для нулевого дохода, то это тоже дает право. Это беременность мамы, многодетная семья, уход за ребенком инвалидом. Есть такие причины, которые уход за пожилыми гражданами тоже является возможным для назначения пособия универсального при наличии нулевого дохода. Продолжение следует...